Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем наши рассказы о Доминикане вместе с Аллой Глывой. И сегодня у нас не просто интересный рассказ, у нас очень красивый рассказ, потому что говорить мы будем о свадьбах. Алла, привет! Привет, Арина! Всем здравствуйте! Наверное, каждая девушка мечтает о свадьбе, да? Если не каждая, то каждая вторая точно. И все они хотят, чтобы это было красиво, да, чтобы были красивые фотографии, была красивая церемония, было что вспомнить потом. Я думаю, что Доминикана это одно из правильных мест, где можно провести такую свадьбу и оставить на память себе красивенные фотографии, да? Конечно! Скажи мне для начала, пожалуйста, что твоими глазами свадебная церемония? Как ты это видишь? Хороший вопрос! Ну вот ты же тоже девушка, которая, наверное, была бы не против такой церемонии на пляже. Да, ну в моих глазах свадебная церемония это все-таки где-то на выезде, да? Вот мне не хочется чего-то в каких-то ресторанах, какое-то огромное количество гостей. Вот это не про меня история, не знаю, нормально это или не нормально, но не про меня. Абсолютно нормально. А вот уехать куда-то вдвоем, в уединиться, красиво, пляж, белый песочек, прозрачная голубая водичка, цветочки. Вот это для меня красивая свадебная картинка. На самом деле я писала практически частично так, как оно происходит. Вообще на Доминикане есть два формата свадьбы. Если говорить о юридических и неуридических нюансах, то это может быть повторная церемония, так называемая, которая юридически ничего не значит, это только для вас, для вас двоих. И есть официальная церемония. Могу сразу прокомментировать для тех, кто настроен на такие церемонии, потому что есть такие люди, несмотря на то, что предупреждаем, рассказываем о нюансах, все равно идут на это. Суть в чем? Помимо большого пакета документов, которые вам надо подготовить с собой, включая постель и тому подобное, это тянет за собой некоторые нюансы. Потому что, во-первых, у вас документы, официальное свидетельство о браке будет не раньше, чем через 2-3, а то и 4 недели. Его потом каким-то образом доставляют сюда, в Украину? Да, его доставляют, это первое. И второе, у вас получается неукраинский документ. И когда нужно что-то оформить, переоформить, не дай бог потеряется, то есть это просто столько волокиты, что я всегда рекомендую, и мои менеджеры, и коллегам точно так же рекомендую продавать, только с позиции вот просто повторной церемонии, действительно для памяти, для себя, для эмоций, для красивых воспоминаний, фотографии, вот, но точно неофициально. Как это выглядит в Доминикане? В Доминикане, как ни странно, если говорить про церемонии, которые проводятся в отелях, потому что есть церемонии, которые проводят в гостиницах, там есть для этого беседки специально на территории отеля, да, и есть выездные церемонии. Вот в Доминикане почему-то есть такая странная тенденция, все беседки находятся не на берегу моря, где было бы логично, где были бы красивые фотографии, да, они находятся в центре гостиницы где-нибудь, вот, и, ну, обособлено, конечно, так, чтобы не особо мешать, например, гостям. Отдыхающие в купальных костюмах не курсировали, пока идет церемония, да. Да, и если говорить о Доминикане, то это в первую очередь выбирают американские гости, то есть вот если, допустим, наши клиенты летят на Доминикану, это, как правило, ну, понятное дело, минимум два, плюс еще там одна пара, максимум две. Они берут с собой. Если говорить про американские свадьбы, которых там очень много, потому что с Америки это близко, то там и до 20, и до 30 человек принимают отели, и, соответственно, разбиты все церемонии по пакетам. Во-первых, они могут происходить в нескольких местах, если это не гостиница, а выездные, то есть несколько красивых мест, где это происходит. Есть пляж Макао, есть остров Саона, где морские, есть остров Капкана, точнее, это не остров, это есть красивый пляж при одном из самых дорогих отелей Century Капкана, и там есть Royal Suite, и он находится, как обособлено островом, и можно заказать церемонию там. И есть еще место, называется Фалон, это возвышение, очень красивое место, откуда видно и океан, и кучу зелени, то есть красивущий просто пейзаж, и фотки просто нереальны. Чуть-чуть о ценах, собственно, что происходит, и за какие деньги в этих повторных церемониях. Начнем с отелей. В отелях это стоимость от 550, но это мало-мальско, где, то есть в среднем это все-таки 850 или 1000 долларов. Что включается в эту цифру? Аренда беседки, человек, который вас расписывает, чем самое забавное, это не обязательно на русском языке, то есть он может поговорить что-то на испанском, главное, что... А точно под свидетельством подпись будет оставлена, или, возможно, какой-то другой документ? Это даже не свидетельство, Арина, это просто красивый листик, где написано ваши там имена, фамилии, завещай свой дом, в кончу зазвы. Как-то не так. На самом деле цены, правда, очень разные, и минимально, что может входить, это беседка, букет невесты, бутоньерка, паровозик, если это огромная территория, или машинка, которая курсирует по территории, которая довозит сначала жениха, а потом невесту к беседке, вот, и бутылка шампанского. Это минимальный набор, который существует. А как-то в этом наборе уже включено, вот, украшения? Нет, вот, дальше можно добирать. Допустим, есть там минимальная выездная церемония, которая там на пляже Макао, то есть мы сейчас будем говорить о доборе, потому что в отеле можно делать то же самое. Про гостиницы в окончании церемонии в отелях хотела добавить, что здесь в любом случае вам накроют романтический ужин, там, на количество человек, которые вы хотите, в каком-нибудь а-ля карта ресторане. Это всегда красиво, лепестки роз, там, украшения еще какие-то. Это делает сам отель, это не особо там кто-то за что-то платит, но есть два отеля, где эта церемония, при условии того, что вы берете повышенную категорию номера, где эта церемония входит в стоимость. Это важно, потому что, как правило, есть у людей бюджет на поездку и они примерно точно так же, там, тысячу или полторы готовы отдать за церемонию. Поэтому, если нету картинки, там, для себя, что это должна быть выездная церемония, лучше в отеле, ну, спросить, как минимум, у менеджера, в каких отелях есть такая возможность и получить церемонию бесплатно. Из отелей, которых я знаю по, что называется, по последним продажам, это отель на Ларимар, достаточно недорогая пятерочка, если там брать повышенную категорию, то идет в подарок церемония и Парадизус Пунта Кана. Это один из дорогих, солидных, хороших гостиниц, там та же история. Скажи, пожалуйста, сразу про отели, практикуют ли на Доминикане, если заявлять при бронировании, что едет пар молодоженов, апгрейды номеров, например, да, то есть повышение вот этой стандартной категории, которая была забронирована до улучшенной, либо до тех же ханимун-ситов, если они есть. Апгрейды не всегда, апгрейды больше популярны для молодоженов, там, Сейшелы, Мальдивы, то есть чуть-чуть не эти острова, здесь просто может быть вам какой-то набор услуг предоставлен бесплатно, или, конечно же, по приезду, там, футболки, just marriage, шампанское, фрукты, то есть какие-то такие моменты. Да, обязательно, либо там кровать, там, если она с балдахином, то ее тоже украсят цветами, то есть какие-то такие моменты есть, но апгрейды достаточно редко в Доминикане происходят, у них больше акценты на другое. О выездных церемониях. Минимально, максимально, скажем так, есть от двух до шести гостей, это то, что идет, как считается, по бюджетному варианту, то есть среднестатистическая свадьба стоит где-то 750-850 долларов, и в нее входит доставка на место, бамбуковый шатер с белым балдахином, выбирать можно цвета разные, белый, голубой, розовый, фиолетовый, все, 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 как, что называется, пожелает клиент. Идет уже музыка, потому что есть еще минимальные пакеты, где музыки даже нету, в чем музыка и стереосистема, а дальше там тоже можно дозаказывать живую, там, классическую музыку каких-то национальных местных музыкантов, то есть выбор, в принципе, достаточно большой, и если говорить о выборе, то вот то, что минимально стартует, я сейчас перечислю и потом расскажу, что можно довыбирать. Значит, входит свадебная фотосессия, полтора часа фотосет, 150 фото с обработкой на CD, так, арка с тканью, либо отделочная других цветов, стереосистема, вот, и символическая роспись с русским, с русскоговорящим человеком, скажем так, как это входит, потому что на самом деле, как-нибудь мы в других эфирах поговорим о моей свадебной церемонии, она была на Кубе, и у нас был испаноязычный, о выборе я не знала, вот, и да, это было достаточно забавно, но сегодня мы говорим... Да, сегодня мы говорим о Доминикане, поэтому о ней, то есть вот то, что минимально есть, включена также бутылка шампанского, и пакеты можно выбирать тоже в зависимости от стоимости, то есть это, например, минимально там 750 долларов на 2 человека. Если с вами едет еще гости, то есть до 6 человек, там, по-моему, небольшая разница, плюс там 150 долларов, это если говорить о пляже Макао, да, это дополнительная бутылка шампанского, дополнительные места, и вот есть еще, у них такое понятие, организация этой всей свадьбы, она включена в стоимость, то есть больше, как бы, ниже называть координатор, никому ни за что платить не надо. Что можно добавлять? Можно добавлять украшение цветов, транспорт, на котором вы приедете, украшение, вы даже можете выбирать вид цветовый, там огромный каталог, там более 50 вариантов, на самом деле, просто самого цветка, а потом уже всячески можно их, то есть флористика там, конечно, на уровне. Можете выбирать тех же музыку, музыкантов, место фотосессии, потому что пакеты, которые входят уже, ну, там, которые на порядок дороже, там, до 2000, например, долларов, то там есть 4 локации, не просто вот там, где одна роспись, допустим, там, пляж Макао, да, а добавляется еще та же Сен-Шири Капкана или Фалон, то есть еще можно поездить много где и пофотографироваться, и, соответственно, конечно, больше входит фотографии, а, конечно же, акцент на это. А скажи, пожалуйста, я тебя немножечко остановлю по поводу фотографов. Фотографа русскоговорящего можно заказать? А зачем? Ну, как зачем? Чтобы вот не было, вот невеста на ладошке на фоне пальмы. Ой, я могу тебе сказать, у нас тоже была испаноязычная барышня, она достаточно профессионально говорила там, стань туда, подними платье, поцелуй ей ножку, то есть она все показывает, это было, ну... Язык жестов никто не отмывал. Да, и наши друзья, которые с нами были, это, правда, было очень весело, они комментировали на русском и совершенно не то. Поэтому испаноязычный фотограф, если вот не только свадебная пара, скажем так, едет, которая специальная, а есть еще гости, то это достаточно забавно, и русскоговорящий точно никто не нужен. Тем более аматорские фотографии, когда еще снимают вас, когда вас фотографируют вместе с координатором, это тоже здорово. Так, еще есть место локации, пляж Варо-Альто. Там, в принципе, тоже все понятно, просто разные локации, разные виды по прибытию. Честно скажу, вот, кстати, когда стоит заказывать вообще церемонии, лучше заказывать все отсюда. И цветы, и цветовые, сами я имею в виду, и которые вы хотите там выбирать букет, цвет шатра, музыка-не-музыка, место расположения. Потому что по приезду, как правило, эти люди достаточно заняты. Кого-то где-то поймать, то есть вам же это все должны приготовить на какой-то день. Это обязательно делается, поскольку на Доминикану лететь в общей сложности 12 часов, и плюс стыковка, плюс разница во времени, 7-8 часов, неважно там в какой период летят клиенты. То это достаточно, ну, тяжело, скажем так, бежать там завтра или послезавтра. И, как правило, подтверждают беседку или место локации, либо на момент, когда она есть, на протяжении всего вашего отдыха. Ну, в идеале это, конечно, 4-й, 5-й, 6-й день, потому что вы уже и отдохнули, и настроились, и уже даже успели чуть-чуточку подождать, и все равно поволноваться к этому дню. И даже если вдруг неосторожно загорали, то последствия, в принципе, уже отойдут. Что тоже может быть, да. Так, есть еще, вот если говорить про остров Саона, красивущие, конечно же, тоже фотографии, но это совершенно другие цифры, потому что туда сначала нужно добраться до причала, потом на катере. Опять-таки, зависит от количества человек, 2 это или все-таки 4-6, из-за каждого стоимость трансфера. И там тоже есть выбор, просто церемония вместе с фотосессией или включая обед. То есть выбирать на самом деле очень-очень много чего можно, поэтому главное, чтобы клиенты, если сами не знают, что хотят, чтобы привлекали менеджера, мы привлекаем партнеров. Как минимум мы сразу открываем каталог, показываем, как, что можно, какой бюджет, что мы можем, где это происходит. И люди уже, конечно, выбирают на свое усмотрение то, что им нравится. Потому что тот же остров Century Capcana, к нему тоже нужно добраться, там тоже есть определенное количество мест. И тоже, скажем так, достаточно почему-то странно сделано, в обязательном порядке не входит торт. То есть шампанское входит, вода входит, а вот свадебный торт как-то тоже идет за дополнительную плату, и тоже его надо заказывать. То есть на Доминикане абсолютно вот за все нужно заплатить. Еще есть достаточно интересная такая церемония песочная, она называется символическая, песок единства. Когда жених и невеста как-то там сыпают песочек вместе, что-то там друг другу обещают, при этом говорят. Это вот такой вот разноцветный, наверное, какой-то вазу насыпается? Нет, нет, не разноцветный. Есть разные опять-таки, но то, что видела я, это абсолютно обычный белый, который пляжный песок. Но это достаточно трогательно, красиво. Это мило. Это мило. От себя могу сказать, что если люди уже давно вместе или жили, или встречаются, или просто сами по себе, ну вот нужна романтика там на день, скажем так, обязательно возьмите с собой друзей, хотя бы одну пару. Потому что это намного увеселяет процесс. И могу сказать по себе, ну вот что такое день свадьбы для девушки. Я не мужчина, не могу сказать, что это для них. Ну, наверное, день просто, когда наконец-то женщина его, но это для самых романтичных. Для кого-то, наконец-то, чтобы женщина успокоилась. То есть у кого-то какое восприятие брака на самом деле. Но для женщины это всегда волнительно, это всегда так трепетно. И хочется поделиться с кем-то этой радостью. То есть вот хотя бы какие-то, ну, одни-вторые глаза родные, которые тебя знают, и с которыми ты можешь попищать, прокричать «Ура!», потому что вот ты сейчас в красивом месте, не потому что ты в ЗАГСе. Потому что вот они могут с тобой разделить эти эмоции, тем более там атмосфера, конечно, плюс эти виды. Ну, и фрия такая просто, просто вау. Поэтому, конечно же, рекомендую свадебные церемонии вообще в Карибском регионе. То есть мы будем дальше говорить тоже в эфирах еще о других странах. Это немножко отличается, скажу так, в каждой стране свой процесс. Но это достаточно завораживающе и на долгую память. Это здорово. Я вот так понимаю, тебе еще раз хочется это повторить, да? Ну, не могу сказать, что хотелось бы. Но как минимум, знаешь, там мечты трансформируются, то можно было бы, конечно, сделать эффект вау. Потому что, ну, вот есть, например, там прилет на вертолете, или он ее спасает, какая-то инсценировка. То есть можно там снять целый фильм на самом деле, если у вас есть желание. В общем, куда гуляет фантазия, то и могут делать доминиканцы. К счастью, сейчас партнеры практически все русскоязычные. То есть они хорошо нас понимают. Потому что с островитянами напрямую, когда я начинала работать еще в 2000 году, достаточно было тяжело договориться. Во-первых, все островитяне, неважно, там это Мальдивы, или Доминикана, или еще какой-нибудь остров, они, я их называю, томленный солнцем. Они долго отвечают, там дня три, опять-таки разница во времени. Ты им вечером пишешь, на утро они забыли тебе ответить, опять же вечер, что ты там пытаешься их поторопить. Поэтому сейчас это достаточно быстро, профессионально, с пониманием нашего менталитета. Что надо все здесь, сейчас сразу и переходим к следующему этапу организации своего путешествия. Алла, скажи, пожалуйста, ну надо же девушку, невесту-то собрать красиво на все это мероприятие, на свадьбу. Здесь как с этим быть можно? Если сама, например, не хочет или вдруг там не умеет, да все равно хочется выглядеть лучше. Смотря что нужно, потому что платье, конечно же, лучше брать свое. Далеко не всегда вы можете найти, например, то, что вам нравится, это такой день, что хотелось бы, опять-таки, свадебное платье, повторюсь, есть далеко не на каждых островах, где вы можете все-таки взять их на прокат или купить. Поэтому лучше всего платье или наряд, там, неважно, легкий сарафанчик, то, в чем вы себя видите, берете с собой сами. Салоны красоты, конечно же, есть, их точно так же можно заказывать отсюда, есть прайс-лист, можно записаться на когда, в какой день, во сколько. То есть сервис в этом плане... То есть макияжи, прически, цветочек за ушком, все это будет? Без проблем, абсолютно без проблем. Да, это все есть, тоже маникюр, там, педикюр, все, что угодно, все, что хочет невеста, пожалуйста. Главное, заранее об этом подумать. Ну что, что-то интересного нам напоследок еще скажешь по свадьбе Тенника? Что я могу сказать, что это действительно того стоит. Поэтому, если вы все-таки решили или думаете, где сделать свадьбу, очень многие, на самом деле, у меня тоже знакомые, друзья, наши клиенты, мне приходят и задают вопрос, лучше съездить там в Египет бюджетно, но хотят родители или друзья свадьбу сделать в Киеве, в Украине, неважно, или все-таки куда-то полететь, несмотря на всех. Во-первых, зависит от вашего бюджета, а во-вторых, если, конечно, у вас какой-то бюджет лимитирован, смотрите, как вам удобно и лучше, конечно же, я уже говорила, взять с собой хотя бы парочку друзей, либо, если вы летите вдвоем, обязательно кого-то найдите там, познакомьтесь. Это всегда веселее, это всегда больше эмоционально, когда есть с кем поделиться, и, конечно же, уже вам решать, делать вам свадьбу для себя, которую вы хотите, или делать вам свадьбу для друзей или для родителей, как хотят они, что такое имеет место тоже быть, и я не могу это не комментировать, что моя была везде для всех, но и для себя в частности, но, во-первых, времена меняется, во-вторых, бюджеты разные, и, конечно же, знайте, что этот день ваш, и вы вправе решать, что вы хотите, когда вы хотите, где вы хотите, как это должно быть. Это, правда, память на всю жизнь, и есть о чем рассказать детям, что показать друзьям и поделиться, если они не рядом и родным были с вами, например, в этой поездке, то хотя бы действительно в видео или фотографиях. Аллочка, спасибо тебе огромное за такой интересный рассказ. Я тут подумываю, уже может замуж сходить, что ли? Следать на Доминикану за красивыми фотографиями и впечатлениями. Спасибо огромное за то, что была сегодня с нами. Алла Глыва, агентство Турбар, которое находится в городе Киев и городе Борисполь, в которое вы можете обращаться за организацией самых лучших и красивых свадебных церемоний в Доминикане. Подтверждаю. Приходите. И коротенький анонс на нашу следующую встречу, потому что мы не заканчиваем наши доминиканские рассказы, а только вступаем в самый их разгар, мы будем готовить коктейли. Поэтому следите за нашими эфирами и подписывайтесь на канал Бомбарби А.ТВ. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok